4 404 юных пинчанина из многодетных семей получили материальную помощь от государства, без малого 130 рублей на каждого школьника. Это стало небольшим подспорьем родителям перед началом нового учебного года на приобретение одежды и канцелярских товаров. Собрать ребенка в школу для некоторых семей оказалось делом непростым, потому на помощь им пришли и добрые люди. Территориальный центр социального обслуживания населения города Пинска организовал специальную акцию. В июле у нас была запущена акция к началу учебного года. Учебный год шагает по планете. С радостью приняли многие организации и предприятия города в этой благотворительной акции участие. Огромное спасибо и низкий поклон мы выражаем Пинсдреву, автобусному парку, Интерпласту, Пинской межрайонной базе. Значит, Пинский горгаз принял участие, тепловые сети. И этот список можно еще продолжать. В числе благотворителей, как давние друзья территориального центра, которые каждый год организуют сбор средств и подарков в своих коллективах, так и новые предприятия и организации. После того, как они увидели счастливые лица детишек, получивших подарки, наверняка их отзывчивость не будет разовой акцией. Когда мы узнали про эту акцию, в принципе, без всяких сомнений коллектив принял положительное решение присоединиться к этой акции. В меру своих возможностей, скажем так, собрали мы подарки нашим деткам. Ежегодно количество собранных подарков только увеличивается. Спасибо большое нашим клиентам, жителям города Пинска и Пинского района за то, что принимают активное участие в акции. За то, что приобретали канцелярские принадлежности, школьные товары и другие подарки. Работники филиала «Пинские тепловые сети» ежегодно принимают участие в благотворительной акции. Наша задача стоит в поддержании молодых семей и детей в их трудную минуту, и они требуют нашей помощи. Поэтому мы с филиалом собирали не только денежные средства и вещи, но также привили заботу, внимание и тепло для наших участников. Подарки получили 80 детей-сирот, которые воспитываются в домах семейного типа, в приемных и опекунских семьях. Семья, где есть дети-инвалиды, а также те, кто сейчас находится в соцприюте и чьи семьи признаны находящимися в социально опасном положении. Это наши дети, это все наши дети, поэтому хочется что им пожелать? Прежде всего здоровья, чтобы они были здоровенькие, чтобы они с радостью учились, познавали новые знания, чтобы их окружали хорошие люди. Крепкого здоровья, хорошего настроения на учебный год, хороших знаний, достойных оценок, удачи, успехов, везения. Получив пакеты от добрых, неравнодушных людей, ребята с удовольствием рассматривали подарки, не забывая при этом благодарить. Пламастеры, тетрадок, пластелин, карандаши, разукрашка, ручки, карандаши. Все пригодится мне в течение года в школе. Очень благодарна, потому что все три школьника. Всегда приятно, и плюс хорошо, что есть помощь в школе. Я благодарю центр, что нас пригласили, и благодарю спонсоров всех. Впереди у ребят радость от встречи и общения со школьными друзьями и интересные занятия, для которых у них теперь есть все необходимое.